Всем привет! С вами Дарция Тарковская и новый MusicCase. Для того, чтобы музыкальный проект имел будущее, ему обязательно нужно занять свою нишу на музыкальном рынке. Таким образом у него появится своя целевая аудитория и будет понятно, что ей предлагать. Задача серьезная и масштабная. Хотя на первом этапе многие музыканты даже не задумываются о ней. Они просто сочиняют песни, дают концерты, выкладывают альбомы в открытом доступе и так далее. Но рано или поздно это приводит к одному результату. Музыкальный проект застрял, он никуда не движется, не развивается и что делать дальше вообще не ясно. Если вы чувствуете, что оказались в такой ситуации, рекомендую поискать причину прежде всего в своем отношении к слушателям. В качестве подсказки расскажу сегодня кейс о Фарли Уильямсе и о том, как он нашел общий язык со своей аудиторией. На сегодняшний день Фарли Уильямс является одним из самых успешных сонграйтеров и продюсеров. На его счету работа с такими артистами, как Джей Зи, Джастин Тиммерлейк, Мадонна, Дафт Панк, Гвен Стефани и многими-многими другими. Когда Фарли Уильямсу исполнился 41 год, он выпустил свой дебютный альбом под названием Girl. И кажется, что здесь все очень предсказуемо, речь наверняка пойдет о розовых мечтах, встречах под луной, разных романтических событиях. В общем, скучно. Но не тут-то было. Предыстория Предыстория началась еще в 2012 году, когда Фарли Уильямс основал проект под названием I'm Other, я другой. Это своеобразная платформа, объединяющая творческих людей. Месседж проекта очень прост. Нет ничего плохого в том, что ты другой. Главное, оставайся верным себе, занимайся тем, что нравится и демонстрируй свой талант. За несколько лет проект разросся и сегодня в него входят от линии одежды до благотворительного фонда Фарли Уильямса. В общем, масштабы вы понимаете. Итак, что же получил Фарли Уильямс, объединив проект I'm Other и Album Girl? Все очень просто. Он нашел и быстро занял новую нишу, которая позволила ему успешно продвинуть свой сольный проект. Как вы должны быть догадались, основная целевая аудитория Фарли Уильямса — это девушки. Худые и полные, высокие и низкие, веселые и грустные. Они живут в разных городах и даже странах, им нравятся разные вещи, но каждая из них по-своему прекрасна и неповторима. Со своей стороны Фарли Уильямс решил занять позицию постороннего наблюдателя, восхищаясь каждой девушкой, восхваляя ее индивидуальность. Наилучшим образом передает концепцию нового альбома именно это видео. Примечательно, что Фаррел Уильямс не делает возрастных ограничений. Для него девушка — это некий прекрасный собирательный образ. Поэтому после таких пылких признаний в любви, получив первую молодую аудиторию, Фаррел Уильямс уверенно отправился за второй, более старшей возрастной аудиторией. Летом 2014 года у него вышел клип на песню «Come get it, babe». Слоганом этого клипа стал тезис о том, что красота не имеет срока годности. Видео получилось очень веселым и динамичным. И ключевая его фишка заключается в том, что всем девушкам, которые танцуют, видео от 30 до 50 лет. Конечно, тот самый коннект артиста со слушателем произошел практически сразу же. В выясненность эмоций Фаррела Уильямса поверили. И, конечно же, это отразилось на продажах альбома. Интересно также наблюдать за тем, как команда Фаррела Уильямса продолжала развивать концепцию альбома «Girl». Например, в одном из крупнейших торговых центров была создана масштабная инсталляция «Girl». Кроме того, в Париже прошла выставка современного искусства под названием «Girl». И, разумеется, ее куратором был сам Фаррел Уильямс. В рамках этой выставки можно было посмотреть 40 произведений искусства, в которых в той или иной мере восхвалялся образ девушки. У Фаррела Уильямса есть еще много интересных маркетинговых кейсов, но об этом же как-нибудь в следующий раз. В любом случае, результаты его работы впечатляют, ведь классическая женская аудитория была привлечена совершенно новым образом благодаря концепции «I'm other», «я другой». Кстати, интересно узнать ваше мнение. Как вы думаете, какой системой придерживался Фаррел Уильямс в этом кейсе? Сначала были написаны песни, затем придумана концепция или наоборот? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео, но подумайте как следует, потому что сонграйтеры умеют писать по плану, а не по вдохновению. Понравился этот кейс? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал внизу, и, как всегда, увидимся в новых выпусках. Всем привет, с вами Дарти Тарковская и новый Мьюзи Кейс. Нет, я не сделаю сейчас. Всем привет, с вами Дарти Тарковская и новый Мьюзи Кейс. Пара-пара-пам! Субтитры сделал DimaTorzok